Минобразование обещает, что в сентябре зарплаты учителям не снизят. Кыргызстанцы незаконно заехали в Таджикистан и высказали претензии пограничникам. Водители и его дети погибли в ДТП в Узгене. Все самые главные новости дня в блоге «Кстати» прямо сейчас. В сентябре учителя также продолжат получать повышенную зарплату. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки. В ведомстве напомнили, что с 1 апреля учителям повысили заработные платы. Педагогическому персоналу на 80%, административно-управленческому на 50%, техническому и младшему обслуживающему персоналу на 80%. Ладно, неплохо. Решением Кабинета министров условия оплаты труда учителей общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций от почасовой оплаты переведены на тарифную ставку. Также установлена минимально базовая ставка, которая является основанием для расчета тарифной ставки. Добавили в ведомстве. В Минобразовании отметили, что оклад рассчитывается путем умножения размера минимальной базовой ставки на коэффициент кратности должностному окладу и ставкам. Поэтому с 1 сентября 2022 года заработная плата учителя сохранится на действующем уровне. Четко. Информация, что в сентябре текущего года уменьшится заработная плата учителей, не соответствует действительности, отметили в ведомстве. Кыргызстанцы незаконно пересекли границу с Таджикистаном и начали высказывать претензии таджикским пограничникам. Об этом сообщили в погранслужбе ГКМБ Кыргызстана. Вы что, серьезно? По ее данным, это произошло вчера примерно в 8.30 вечера в местности Король-Добо Чоналайского района Ожской области. 8 кыргызстанцев на Тойоте и Стиме незаконно пересекли границу и проехали на территорию Таджикистана к месту службы пограничного наряда погранвойск ГКМБ Республики Таджикистан. Граждане Кыргызстана были пьяны и начали высказывать таджикским пограничникам недовольство по различным вопросам. Благодаря пограничникам Кыргызстана, которые несли службу на этом участке, соотечественников вернули и передали сотрудникам территориального подразделения МВД. Состоялась встреча помощников пограничных представительств Кыргызстана по Ожскому и Таджикистана по Лахшскому направлениям. Стороны договорились не допускать подобных ситуаций и оперативно решать возникшие вопросы в случае изменения обстановки на совместно охраняемой границе. На 500-м километре автодороги Бишкек-Ожку Узгенского района в результате ДТП погибли водители, двое его детей, сообщает прислужба УБДД Ожской области. ДТП произошло накануне 11 мая примерно в 9 утра. Столкнулись Toyota Land Cruiser и Дайву Матис. В результате аварии скончался 31-летний водитель Дайву Матис. Его 6-летний сын и 5-летняя дочь были доставлены в Узгенскую больницу, но спасти их не удалось, рассказали в УБДД. Водитель внедорожника и два пассажира доставлены в больницу с различными травмами. Идет следствие, назначены соответствующие экспертизы. На этом у нас все. Оставляйте свое мнение в комментариях. Это будет, как всегда, кстати.